Дмитрий Глухов В пятницу стартовали трехдневные выборы в Госдуму. Обнинцы выбирают также областного и городских депутатов. Ковидный госпиталь в Калужской области почти готов. Разгрузить те наши лечебные учреждения, которые занимаются сейчас непрофильной деятельностью. Соединили Кривское с Обнинском. Продолжение проспекта Ленина было открыто. Сквер на улице Шацкого благоустроят в 2022-м. А как же овраг у кинотеатра? Мы видим это как большой проект. В этом году, как и в прошлом, выборы идут три дня. Голосуют жители Российской Федерации за депутатов Государственной Думы. В Обнинске помимо этого проходят до выборы в законодательное собрание и в Обнинское городское собрание. Напомним, что представлявший интересы города на областном уровне депутат Анатолий Сотников ушел из жизни в ноябре прошлого года. По одному из округов Наукограда в 2020-м победил кандидат против всех. А представлявший интересы жителей другого округа Константин Пахоменко был назначен министром здравоохранения региона. В России стартовали выборы. В 8 утра по московскому времени голосование началось в Наукограде Обнинске. Первая отдала свой голос глава администрации города Татьяна Леонова. А вслед за ней галочку в бюллетене поставил и Геннадий Артемьев. Наш президент Владимир Владимирович Путин очень точно сформулировал, каким должен быть депутат. Мы все заинтересованы, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, активные люди, способные держать свое слово. И это относится и к депутатам регионального парламента, и к представительному органу местного самоуправления. Это наша с вами программа, это наше с вами будущее, это наши с вами интересы. За что мы с вами голосуем, что мы выбираем. Ну вот, смотрите, прошедший год с предыдущих выборов, очень много сделано, очень много построено, очень много создано, очень много заложено. Вот мы с вами здесь находимся, мы год назад даже не думали, что здесь возникнет второй лед. Мне кажется, важно всем нам прийти на выборы и действительно поддержать тех людей, которые выражают наши интересы. Считается, что трехдневное голосование себя хорошо зарекомендовало в прошлом году. Обусловлена такая система пандемии коронавируса, помогает не создавать скопления людей на участках. На местах готовы ко всему. Мы первую работу начинали с 8 сентября еще шла подготовка. У нас были обучающие процессы, как ответственных, так и всего коллектива. Работа организована по всем правилам, с соблюдением санитарных норм, естественно. К каждому входящему будут выданы предметы, как маска, так и ручка и перчатки. Установлены также защитные экраны. Поспрашивали и обнинцев, чего они ждут, отдавая свой голос за того или иного кандидата. Лучшей жизни. Лучшей жизни. Во всей России я бы хотела, чтобы добавили пенсию пенсионерам. В первую очередь благоустройство города, соответственно, комфортную среду и для детей, и для взрослых, и для инвалидов, и для пенсионеров. Очень хочется, чтобы обратили внимание на новое поколение, которое сидит только в гаджетах. Но хочется, чтобы их заняли, конкретно заняли в школе, чтобы им было интересно, конечно, и на улице. Ну, что хотите. Я даже не знаю, что я хочу. Меня вроде как все устраивает сейчас. Но хотелось бы, чтобы пенсия была побольше. Но самое главное, чтобы был мир и не было войны. Мне уже ничего не хотелось бы. У меня есть все. А вот молодежи, да, это то, что нужно. Для них практически созданы сейчас все условия. Для их развития, для понимания. Мы ждем чего? Ждем того, чтобы страна развивалась, и чтобы росло благополучие людей, чтобы уверенность в завтрашнем не было. И не дай бог, чтобы была война. Выборы будут проходить 17, 18 и 19 числа. Избирательные участки открыты с 8 утра и до 8 вечера. Дмитрий Глухов, Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. О планах по строительству ковидного госпиталя говорили с прошлого года. И строительство идет. На неделю губернатор посетил специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД. Глава региона выяснил, как проходят работы и как скоро медицинское учреждение сможет принять первых пациентов. Строительная готовность госпиталя составляет 95%. Внутренняя отделка инженерной системы выполнена на 90%. В настоящее время идет благоустройство территории, устройства витражей, завершаются отделочные работы. Закончить строительство планируется до конца сентября. В сопровождении министра здравоохранения области Константина Пахоменко и главного врача больницы Елены Алешиной Владислав Шапша прошел по новому зданию, который сможет принять до 450 пациентов. В нем находятся лечебные и реанимационные отделения с санитарными пропускниками, операционный блок, чистая зона для временного нахождения медицинского персонала. На окружающей территории расположены кислородные станции, зоны санитарной обработки транспорта и контрольно-пропускные пункты. Для оснащения нового инфекционного госпиталя из областного бюджета выделено почти 145 миллионов рублей. Закупаются рентгенопалатные аппараты ИВЛ, дефибриллятор, эндоскопическое оборудование для гастроскопии, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, аппараты УЗИ, аппараты ЭКГ и другие. Поставлены фармацевтические холодильные шкафы, функциональные кровати, кресла-коляски для перевозки пациентов, дозаторы, часть медицинской и офисной мебели. Здесь также представлен дыхательный аппарат, уже другой, это простой дыхательный аппарат, на котором можно перемещать пациента на исследование, на КТ из отделения в палату реанимации. Здесь аппарат для заместителей почечной терапии, на столике представлены все наборы, сеты для проведения катетера для катетеризации центральной вены, все стерильно открывается непосредственно перед процедурой для пациента. Это заместительная почечная терапия, гемофильтрация, гемодиализм, плазмообмен. На этом аппарате все есть возможности, все это мы используем в своей работе, ныне в реанимации. В стадии решения находится вопрос обеспечения кадрами. Предусмотрено увеличение штата больницы на 377 ставок, из которых 97 ставок врачей, 102 ставки среднего медицинского персонала, 85 ставок младшего медицинского персонала, 94 ставки общебольничного немедицинского персонала. Сведения о потребности размещены на различных информационных ресурсах. Губернатор положительно оценил продуманную планировку помещений, максимально безопасную для персонала и пациентов. Обращаясь к Константину Пахоменко и Елене Алешиной, он подчеркнул важность скорейшего открытия нового стационара. Все, что необходимо для того, чтобы подготовить к открытию больницу, делайте, и в ближайшее время необходимо будет уже начинать работать, принимать первых пациентов и разгрузить те наши лечебные учреждения, которые занимаются сейчас непрофильной деятельностью, вернуть их в нормальный режим работы, а здесь принимать уже ковидных больных. Новая транспортная артерия связывает Первый Наукоград с соседствующими. Поселениями – Кривским и Боровском. Со завершением строительства и открытием проезда транспортная доступность новых микрорайонов и соседних муниципалитетов повысится. Открытие продолжения проспекта также поможет разгрузить движение по Борисоглебской и Маркса. Проще будет попасть и в сам Наукоград. По-настоящему будет комфортно и приятно жить тем людям, которые будут покупать квартиры, работать здесь, переезжать из других районов. Поэтому качество дороги и качество жилья – это большое олицетворение качества команды региона и руководства региона. Жителям очень повезло. Поверьте, мы очень много ездим по стране. И настолько правильная, настолько профессиональная команда губернатора и губернатора и Обнинска, что хочется в такие регионы и города больше и больше вкладывать сил и денег федеральных и получать по-настоящему хорошие результаты. Сам проект продолжения проспекта отстаивался с трудом. Например, как добивались возможности использовать именно ту плитку, которая сейчас уложена на пешеходных дорожках. Строительство выполнено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе «Стимул». Стоимость работ – около 350 миллионов рублей. Софинансирование из городского бюджета составило 1%. Жители Обнинска точно знают, что здесь было. Совсем недавно здесь было поле, заросшее бурьяном, с непременным атрибутом, шашлыками. Ну, а теперь это новый микрорайон города Обнинска. В перспективе 830 тысяч квадратных метров жилья, 30 тысяч человек. И эта дорога, конечно, не просто транспортная артерия. Это будущее города и будущее Северо-Калужской области. Более полутора километров четырехполосной дороги, а также тротуары и велосипедные дорожки. Такой объект в городе, наконец, открылся. Это событие жители Первого Наукограда ждали давно. Мне безумно повезло, потому что в течение практически года, который я работаю мэром, я все время открываю объекты, которые были заложены Владиславом Валерьевичем и командой города. И вот этот проект, это действительно проект не одного года. Это проект на, я сказала бы, десятилетия вперед. Это проект простора, широты и разбега. И, мне кажется, новых горизонтов для Обнинска. Два, три. Дан старт новой дороги. Завершилось торжественное мероприятие по открытию новой дорожной артерии и небольшим парадом участников транспортного движения – автомобилисты, мотоциклисты. А замкнул колонну обнинский брендовый автобус с логотипом «Город первых». И теперь дорога, которую так ждали обнинцы, открыта и готова к транспортным потокам. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Тема экологии, особенно для северной агломерации нашего региона, актуальная и даже болезненная. Неудивительно, что на заседании областного правительства под руководством губернатора Владислава Шапши были рассмотрены результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, которые проводились с помощью малогабаритных автоматических станций. Министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа доложил, что среди субъектов ЦФО с наименьшими показателями загрязняющих воздух выбросов Калужская область поднялась со второго на первое место. В июле текущего года в наиболее промышленно развитых районах были установлены 15 малогабаритных автоматических станций наблюдения, которые проводят измерения ежеминутно. Данный проект соответствует целям и задачам национального проекта «Экология» и реализуется на средства областного бюджета. Данные замеров доступны для всех жителей в режиме онлайн на специальном ресурсе Калужского геопортала. Уже зафиксировано 5000 посещений данного информационного сервиса. С 20 июня проведено более 12 миллионов измерений. Они выявляли кратковременное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, которые не оказали значительного влияния на среднесуточные показатели. В том числе это касалось превышения по сероводороду в Дзержинском районе, по взвешенным частицам в Калуге, по формальдегиду в Боровском районе и по диоксиду азота вблизи промзоны Мишкова в Обнинске. Данные по всем эпизодам были направлены в соответствующие надзорные органы для принятия мер реагирования в соответствии с полномочиями. Министр подчеркнул, что эта тема на сегодня для калужан является одной из острых. Например, у жителей областного центра на минувшей неделе обеспокоенность вызывали неприятные запахи. Рейды, проведенные специалистами городской управы, не смогли выявить источник загрязнения. Владимир Жипа отметил, что обычный запах формируется сложной смесью веществ, большинство из которых невозможно идентифицировать и определить их ПДК. Единственный выход – рейдовое экологическое патрулирование. Говоря о перспективах расширения службы эко-мониторинга в области, министр проинформировал, что согласно требованиям природоохранного законодательства, автоматические системы контроля должны быть установлены на заводах, которые относятся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду. В нашей области работают 22 таких предприятия. Кроме того, повысить оперативность выявления нарушений смогут передвижная аккредитованная лаборатория и круглосуточное дежурство государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. Губернатор поддержал это предложение. От того, насколько оперативно вы будете действовать и насколько существенные изменения в результате ваших действий произойдут, и будут судить о том, эффективно ли мы предпринимаем меры по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду. Во вторник прошло выездное рабочее совещание главы администрации Обнинска Татьяны Леоновой на улице Шацкого. Обсуждалась предстоящая в следующем году реконструкция сквера возле кинотеатра «Мир». Заодно коснулись и дальнейшей судьбы многострадального оврага, расположенного неподалеку. В этом году проходило голосование в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, который направлен на благоустройство общественных территорий. Тогда жители Первого Наукограда определили, что следующий преобразится территория сквера около кинотеатра «Мир». Территория сквера в настоящий момент используется жителями как пешеходная зона от центральной части Обнинска к старому городу и городскому парку. При благоустройстве территории по улице Шацкого планируется устройство нового покрытия тротуарных дорожек, торшерного освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение территории. В мае-июне яблони, сирень и калина превратят сквер в цветущий сад. Плитку мы подбирали двух видов, то есть это и гладкая плитка из серии нового города, и край будет отбит плиткой немножко рельефной, такой как на Лифунского, то есть цветовая гамма песочная с коричневым, то есть подбирали под существующие здания. Светильники, светильники, новые у нас светильники, часть из них мы уже установили вот там вдоль дорожки, они попроще, а здесь будут с оголовниками декоративными. С целью безопасного отдыха жителей и сохранения выполненного благоустройства планируется создание современной системы видеонаблюдения. Оксана Грицук отмечает, что на территории будет установлено 8 камер видеонаблюдения. Помимо обсуждения благоустройства сквера поднимался на выездном совещании и вопрос преображения оврага, который располагается за кинотеатром «Мир». На сегодняшний день территория находится в ведении Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Мы провели встречу с моими исполняющими обязанностями ректора НИИОМИФИ и договорились, что овраг мы будем использовать вместе. По крайней мере, сейчас посмотрим, чтобы та территория, которая не огорожена забором, перешла к городу. И мы сейчас планируем, чтобы прошел конкурс архитектурный, который бы объединил территорию и оврага, и сквера, и парка, чтобы это была единая зона. Поэтому мы сейчас будем с вами готовиться к проведению такого хорошего конкурса архитектурного. Сроки передачи данной территории пока неизвестны, поэтому назвать их не могут. Однако уже есть некоторые задумки, касающиеся проектов, которые можно было бы реализовать на данной площадке, которая уже давно нуждается в благоустройстве. Мы видим это как большой проект, потому что у нас должно плавно. То есть человек начинает гулять, заходит в старом городе, в парк, продолжает, идет сюда, выходит на Ленина. То есть вся территория, все движение и вся общая концепция, она должна быть какая-то единой. Что касается начала благоустройства сквера около кинотеатра «Мир», то стартуют работы по обновлению территории в следующем году. За лето планируют реконструировать зону отдыха для горожан. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В Обнинске продолжается и даже входит в завершающую стадию строительство двух детских садиков, а также скейт-площадки на территории будущего парка возле Дома ученых. О ходе работ подробно рассказал Александр Чернов. К завершению идут работы, вернее, уже они завершены, строительно-монтажные работы. Получено заключение, закончено строительство детских садов на 52-51 микрорайоне. Один сад, как вы знаете, на 260 мест, и второй на 300 мест. Уже отработаны все вопросы, которые там были, снимаются замечания. Была проведена комиссия под руководством Геннадия Евгеньевича. Но как мы выкупаем уже не первый детский сад, поэтому для нас это уже не ново, но тем не менее, была составлена дорожная карта, по которой задействованы все службы, буквально администрации, внешние, в том числе городское собрание, там последнюю точку ставят. Мы идем по графику по этой карте, постоянно ее придерживаемся. По детскому саду на 260 мест получено заключение о завершенном строительстве. Сейчас в здании ведутся внутренние отделочные работы и настройка технологического оборудования. На 14 сентября была намечена приемка в эксплуатацию объекта управлением архитектурой и градостроительством. Детский сад на 300 мест тоже получил заключение о законченном строительстве. Этот объект планируется принимать на следующей неделе. В сентябре, как и обещали жителям города, оба объекта будут приняты. Удивительными темпами строятся эти детские сады. И я хочу сказать, что это не в ущерб качеству. Почему? Очень важно, при том, что этот застройщик делал не один уже объект для города. Не только в нашем городе, и в области. И мы видим, соответственно, результаты. Поэтому детские сады, еще два вот таких прекрасных детских сада в этом году у нас с вами появятся. Также начальник отдела развития инженерной инфраструктуры сообщил о продолжении работ на городской площади напротив Дома ученых. Там сооружается скейт-парк и памп-трек. Подрядчик СК «Олимп» работает по этому контракту. Выполнены работы валка деревьев 100%. В целом начала пойдут демонтажные работы сети освещения и малоархитектурные формы 100%. Рекультивация 70%. Вертикальная планировка 47%. Озеленение пока еще некуда сажать, еще пока ничего рано. Земляные работы по скейт-парку на 100% все. Сейчас потом дальше остановлюсь. Монтаж элементов на 50% сделан. Александр Чернов также рассказал и о том, что сделано для отдельных объектов, которые расположатся на территории новой городской зоны отдыха. По скейт-парку я уже сказал, что армирование отдельных элементов, выполнено из 10-го числа, ведутся работы, значит, подбетонка была сделана, ведутся работы по бетонированию уже. По трейку, выполнены, как я сказал, уже по кабелю освещения, дренаж, устройство уплотнее нас, ведутся работы щебеночного основания, откосы и подготовка асфальтного укрытия готовится. Посмотрите, сколько сделано. То есть мы до сих пор вводим те объекты, которые были запланированы очень-очень давно. Застройщик планирует закончить работы до конца сентября. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 16 сентября в Обнинске прошло торжественное открытие новой городской скульптуры. Ее установили на территории детского технопарка «Кванториум». Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство – доброта. Считал английский философ Фрэнсис Бэкон. И именно доброта – основа всех положительных качеств человека. Сегодня символы первого наукограда прямо или же косвенно связаны с этим душевным состоянием людей. А потому и фигура, появившаяся около здания Обнинского «Кванториума», сделана в виде одуванчика с ладошками, символизирующими связь добрых людей всего мира. Торжественную церемонию открыла глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова. Вы знаете, удивительный год, год нашего 65-летия. Мы очень долго празднуем и хорошо празднуем. И нам все дарят и дарят подарки. И мне кажется, не случайно дерево добра появляется именно в Обнинске. Это опять-таки не случайно, потому что песню, которую выбрал Обнинск – это «Дорога добра». Несколько дней назад такую же скульптуру установили в центре северной столицы России – Санкт-Петербурге. А в Калужской области дерево добра выросло не только в Обнинске, но и в Масальске. Позднее оно появится и в Калуге. Автор скульптуры – Григорий Потоцкий, академик Международной академии информатизации, член Международного союза художников при ЮНЕСКО, скульптор и живописец. Также Григорий Викторович – президент Международной академии доброты. Самое главное в жизни, самое главное в жизни, самое большое понятие – это Родина и народ. Потом, когда у человека есть Родина, значит у него есть свой дом. Начиная с 1991 года я установил 150 памятников в 50 странах мира для укрепления имиджа России за рубежом. «Я считаю, что человек – только тогда человек, когда он добрый. С помощью доброты можно решить любую проблему, особенно это важно знать детям», – отметил Григорий Викторович. Руководитель Центра развития творчества детей и юношества Марина Хоменко поблагодарила Григория Потоцкого за служение идеалом добра, вручив ему благодарственное письмо и цветы. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ. 10 сентября состоялся открытый турнир по боулингу среди любителей – Кубок СГТИ-2021, посвященный началу учебного года. В состязаниях приняли участие и сотрудники телекомпании Обнинск ТВ. Узнаем, как прошло это спортивное мероприятие, но забегая вперед, скажем, что наша команда свои позиции не сдала. В турнире приняли участие 40 команд из Обнинска, Калуги, Москвы, Нарафаминска, Балабанова, Жукова, Ермолина, Белоусова и Малая Рославца. В каждой команде по два участника – всего 80 любителей боулинга. Забегая вперед, скажем, что все участники турнира, независимо от результата, получили призы от спонсоров, а девушки в дополнение к этому – букеты цветов. Мы уже играем больше года, мы дошли даже до полуфинала, то есть наши спортивные успехи улучшаются от раза до раза. И вот в этой дружной команде, которая нас всегда поддерживает, а это, наверное, 12-15 команд, вот сегодня они нам отдадут вот этот кубок. Мы пришли за него бороться, честные поделечи. Каждый турнир по боулингу, как правило, посвящен какому-нибудь важному событию. В этот раз организаторы постарались порадовать этим мероприятием родители учащихся, которые недавно сели за парты. Начало учебного года, позитив, все давайте в бой, э-эй, вот, ну и поэтому вот люди соскучились, вернулись из отпусков, детей в школу отдали, и теперь надо немножко вздохнуть, выдохнуть и уже, соответственно, с хорошим настроением идти дальше в осень. Поскольку тема турнира связана с учебой и получением знаний, генеральным партнером в этот раз выступил Среднерусский гуманитарно-технологический институт. Студенты вуза тоже приняли участие в состязаниях. Сегодня мы проводим в развлекательном центре АТОМ турнир Среднерусского гуманитарно-технологического института по боулингу. И я хочу сказать, что сейчас не модно быть неспортивным. Раньше еще вошло в моду здоровый образ жизни, а сейчас модно заниматься спортом, модно быть в теме, модно быть всегда активным. Поэтому мы сегодня пришли сюда тоже с нашими студентами, у нас будет сегодня студенческая команда играть. Надо отметить, что в клубе АТОМ работает детская школа боулингов, которую принимают ребят с 10 до 14 лет. Они занимаются с профессиональным тренером, учатся, отрабатывают технику, а затем выбивают страйки. В этом турнире выступали юниоры наравне со взрослыми и показали хорошие результаты. Постоянным генеральным информационным партнером турнира является медиахолдинг Обнинск ТВ. От нашей телекомпании команду представляли Алексей Гавшин и Георгий Разуваев. Каждый раз, приходя и участвуя в этом турнире, я ощущаю самый бодрый и сильный настрой, потому что на этом турнире собирается огромное количество людей, команд, с которыми стоит сражаться именно в боулинге, делиться впечатлениями и эмоциями. Самое главное – получать от игры удовольствие. Победителями турнира в этот раз стали команда «Виолин», второе место у команды «Сентек», бронзу команды «Бруно». Остальные спортсмены получили кубки и призы, а также были отмечены в специальных номинациях. Елена Филина, Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это была программа «Постфактум» на канале Обнинск ТВ. В следующий раз мы увидимся через две недели. До встречи!